сожгите эту вещь и вы встретите свои врага у своей двери что делать вам если есть подозрение на порчу и как избавиться от вашего врага или недоброжелательно друзья далее все более подробно обязательно подписывайтесь на наш канал ставьте лайк а мы с вами начинаем вы знаете порча и любые негативные магические воздействия это темы которые волновали людей на протяжении веков и вы знаете в разных культурах существуют различные методы выявления и устранения порчи здесь важно знать и понимать а как распознать признаки негативного влияния и какие шаги предпринимать для защиты себя своей семьи и своего дома но прежде чем принимать к предпринимать какие либо действия вам необходимо убедиться что вы действительно сталкиваетесь с порчей какие основные признаки ну во первых вы постоянно чувствуете себя уставшим даже если вы хорошо выспались вы все равно чувствуете что вы разбиты что вы слабы далее у вас ни с того ни сего начинают появляться болезни при этом которые не поддаются лечению и причины которых не ясно вы даже ходите по врачам а врачи говорят на у вас все прекрасно да у вас все чудесно вы сдаете анализы и также происходит ситуация далее могут происходить внезапные конфликты с близкими родными людьми при этом конфликты они возникают на ровной почве и соответственно происходит разрыв отношений без каких-либо видимых на то причин также начинают происходить внезапные убытки при этом это касается не только вас но и также членов семьи может произойти потеря работы может снизиться ваши доходы вы можете попасть в какую-то ситуацию где вам придется заплатить достаточно большую сумму денег ну и последний признак порчи это ощущение тяжести дискомфорта а также появление каких-то неприятных запахов или звуков да и такое тоже бывает вы приходите в свою квартиру и вы чувствуете запах например вони или вы чувствуете запах например как будто запах например как будто похорон или еще какой-то запах вы можете ощущать какие-то звуки поэтому если вы заметили несколько из этих признаков стоит задуматься о возможном негативном явлении как проверить наличие порчи конечно же существует несколько способов проверки наличия порчи и один из самых распространенных методов это яйцо и вода возьмите свежее яйцо но именно яйцо домашние не то что у нас продается сейчас в супермаркетах магазинах то что выращивается курочка на ферме а именно домашние и возьмите вот это свежее яйцо и пронесите его над головой и своим телом затем разбейте яйцо в стакан с водой если белок и желток образуют какие-то странные фигуры мутные сгустки это уже все говорит о порче или другой метод с помощью которого вы также можете выявить что на вас есть в какое-то негативное влияние здесь понадобится свеча и молитва вам нужно зайти в церковь купить церковную свечу это может быть маленькая свеча может быть большая свеча здесь на ваше усмотрение так вот придите домой зажгите такую церковную свечу но с зажигами и именно от спички нет зажигалки обращаем на это ваше внимание и обойдите свой дом или квартиру читая молитву молитва самая простая молитва отче наш знаете другие молитвы читайте пока обходите квартиру или свой дом 3 4 молитвы и обратите в это момент внимание на поведение пламени свечи если свеча начинается трещать коптить или резко мерцает это может обязательно указывать на наличие негативной энергии может быть так что свеча вам показывает на наличие подклада именно в этом месте и вам стоит еще раз пройтись просмотреть все места все углы возле занавесок возле окон возле дверей в туалете в ванной то есть туда куда есть доступ у чужого человека а поверьте те люди которые делают подклада не приносят ваш дом они находят такое место и делают так чтобы вы на это не обратили внимание в это время человек по подложил вам подклад и этот подклад начинает уже действовать что же делать если все таки вы выявили что да есть порча и следует конечно же принять меры для ее устранения и защита первая интересная практика которому вам рекомендуем проводить это сжигание предмета какой предмет нужно сжигать найдите ту вещь которую вы подозреваете в том что она связана с порчей это может быть какой-то необычный предмет вашем доме или квартире который на один доме это может быть подарок после получения которого у вас начались проблемы если вы ничего не можете найти таком случае используйте какую-то старую старую вещь это может быть все что угодно далее вечером когда никто него не будут вас отвлекать если у вас в доме или квартире есть кошечки собачки попугайчик уберите их подальше закройте дверь потому что коты и собаки они очень чувствуют эти энергии будут вас отвлекать и вам мешать и подготовьте место для сжигания если это маленькая какая-то вещь вы можете ее условно провести и в квартире в доме но лучше конечно же это делать на улице или в хорошо проветриваем помещение и так зажгите огонь например возьмите несколько бумаг и подождите и бросьте вот этот маленький подозрительный предмет и скажите обязательно следующие магические слова сжигая зло и порчу что на меня наложили пусть огонь очистит меня и мой дом да будет так и и вот эти слова произносите пока горит огнем следите за тем чтобы он горел ярко и чисто это будет хорошим знаком если пламя ведет себя странно возможно требуется дополнительная очистка бывает даже так что вы подожгли огонь даже придумали какие-то на щепоточки именно щепочки например какие-то маленькие дровишки вас хорошо огонь разгорелся а вы бросаете какую-то вещь и ваш огонь потухает это говорит о том что да у вас все-таки беда у вас все-таки проблема и постарайтесь за еще раз еще раз зажечь огонь чтобы он хорошо разгорелся и эта вещь прогорела даже если это металлическая вещь это не значит что ее нельзя обдать огнем пусть она прогорит и обжжется и после того как все сгорит обязательно оставший пепел развейте по ветру или бросьте в проточную воду чтобы полностью избавиться от любой негативной энергии очень важно чтобы вы после вот проведения в такой практике вы обратите внимание что в самое ближайшее время к вам придет человек который является источником вот этого негатива и здесь ваша задача ни в коем случае с ним не ругаться а ваша задача сказать следующие слова я защищена божественным светом и силой никакое зло не может проникнуть мою жизнь истина да будет так и вы увидите как никто к вам не может к вам подойти и что-либо сделать главное чувствуйте себя уверенно и когда ваш враг или ваш недоброжелатель будет приходить к вам домой может просить какие-то предметы он может одалживать деньги соль даже хлеб при этом он будет просить у вас то что вы точно ему не откажете даже может сказать о том что он забыл кошелек а вот на автобус не хватает буквально пяти копеек одолжи пожалуйста скажите что у вас нет денег найдите причину и вы должны понимать это что в таком случае вы действительно избавитесь от врага возможно этот человек еще несколько раз появится вашей жизни но он поймет и увидит что вы ему не по зубам используйте эту практику друзья прямо сейчас ставьте лайк подписывайтесь у нас на канале очень много полезной информации а прямо сейчас вы видите два всплывающих окна это следующие друзья рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео котором на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ услышимся следующем видео вам